Всем привет! Сегодняшним небольшим роликом хочу поделиться с вами моими игровыми девайсами для консоли Xbox Series X. Консоль поддерживает довольно много аксессуаров для разнообразия вашего игрового опыта и возможно это видео будет для кого-то полезным и поможет определиться с давно назревшим вопросом. Итак, мои игровые девайсы. Поехали! У меня на столе лежат 4 аксессуара, которые я так или иначе использую. Кроме них у меня больше ничего нет и эти самые 4 предмета полностью перекрывают всю мою потребность. Это геймпад, беспроводная гарнитура, руль для гоночных игр и штурвал для авиасимуляторов. О каждом далее чуть подробнее. Разумеется из всего этого чаще всего используется геймпад, вообще у меня их несколько, а раньше во времена Xbox One было и того больше. Но именно этот геймпад я в итоге использую на постоянной основе. Это элитный геймпад второй серии. На канале есть обзор на него, ссылка будет в описании. Тем не менее, все же немного о нем поведаю. Как раз с тех пор, как я его купил, уже прошло без малого 4 года. Геймпад я купил сразу же на релизе. Мне он бесконечно нравится, но за это время все же различные проблемы не обошли его стороной. Во-первых, где-то спустя через год у геймпада отвалился левый стик. Точнее, он перестал нажиматься. Он все еще шевелился и я мог управлять персонажем, но вот нажиматься перестал. Подозреваю, из-за постоянного перехода в спринт в Call of Duty Modern Warfare. Но благо, у меня тогда еще была гарантия и я отправил геймпад на сервисное обслуживание. Спустя 3 недели геймпад вернулся. Точнее уже новый, а не тот, который я покупал. Радостный, я снова принялся играть только на нем. Следующая беда приключилась снова где-то через год и всему виной стала игра Sekiro Shadow Die Twice. Кнопка LB, отвечающая за парирование и блок, стала нажиматься через раз. В этот раз гарантии уже не было. Посмотрев различные видео инструкции на ютубе, я самолично разобрал геймпад и вернул кнопке LB полноценную жизнь, просто смазав его волшебным WD-40. И в конце концов, снова через год начал сильно дрифтить левый стик. Тут я уже сложил с себя полномочия и сдал его в сервис к народным умельцам, которые и поставили мне новый стик. Прошел еще год, пока геймпад работает нормально. При игре лично я в любой ситуации использую все 4 дополнительных лепестка. В основном они всегда у меня отвечают за кнопки A, B и XY. И почти в любой игре играть становится намного комфортнее. Так как не надо отрывать большой палец от правого стика. Заряда геймпада спустя столько времени до сих пор хватает на внушительное количество времени. Производителям было заявлено вплоть до 40 часов. Но в моем случае это обычно от 25 до 30 часов без подзарядки. На втором месте по частоте использования это гарнитура. Это беспроводная гарнитура Xbox, которая вышла в 2021 году. Взяла ее также на релизе, так как все поколение Xbox One хотел именно беспроводное устройство. И наконец, Microsoft расщедрились на такой девайс. Раньше их делали сторонние студии. Отличная гарнитура с поддержкой Dolby Atmos с глубоким и широким диапазоном звучания. Но нравится мне больше в ней эргономика. Увеличение громкости или выбор приоритета звучания игры или собеседника регулируется не с помощью кнопок, которые хрен нащупаешь в других наушниках, а вращением колеса на самих чашах. Это офигенно удобно. Также их можно подключить к телефону и во время игры, если вам кто-то позвонит, то можно продолжить играть и общаться, не снимая наушников. Супер удобно. Заряд аккумулятора хватает примерно часов 10. Переходим к самому интересному. Игровой руль для гоночных симуляторов. У меня Thrustmaster TMX Pro. Аналог такого руля на Sony это Т-150. Почему именно эта модель? Так вышло. Руль подарила на день рождения жена. Люблю ее. Так как я давно хотел какой-нибудь руль для гоночек. Чисто для моих потребностей руль полностью меня устраивает. Обычно я играю в Forza Motorsport, а сетокорса стандартной, либо компетиционе, в Formula 1. Но как видите, кокпит у меня не самый удобный. Спустя где-то час игры спина начинает затекать. И ввиду этого играю я не часто. И не ставлю перед собой цели стать великим гонщиком. Но когда все-таки включаю его, то, конечно, в гоночных играх это просто мастхэв. Погружение в игру максимальное. Благо тут также есть какая-нибудь обратная отдача. Она довольно информативна и в какой-то мере опасна, если посадить за руль неокрепшего ребенка. Один резкий занос, и руль может вылететь с рук и повредить пальцы. Но как я уже сказал, меня руль устраивает более чем. Абсолютно в любой гоночной игре это плюс 100 к аутентичности и атмосфере. И последний девайс, но не последний по значению. Это штурвал от Тростмастер для авиасимуляторов. Но конкретно у меня этот дрынт лишь для одной игры. Microsoft Flight Simulator. Великая игра, которая требует того, чтобы у игрока было такое устройство. А иначе вы не получите и половины той вовлеченности, что игра предлагает. И действительно, это несравнимо круче, чем летать с клавиатуры или геймпада. Существуют разные виды штурвалов, в том числе и сертифицированные конкретными самолетами Boeing или Airbus. Но и этот унифицированный вполне дарит те ощущения полета, что необходимо начинающему пилоту. Много места устройства не надо. Не надо как-то готовить под него посадочное место. Подключается лишь одним проводом, и все, вы пилот. В игре я больше люблю летать на пассажирских лайнерах А320 либо Boeing 3-7. Правда, на таких самолетах прикасаются к штурвалу только на взлете и потом на посадке. Весь остальной полет проходит на автопилоте с помощью мыши и клавиатуры. Да, кстати, для полноценной игры также стоит подключить хотя бы еще дополнительно мышь, чтобы управлять самолетом с приборной панели, а не горячих клавиш на геймпаде. Так гораздо аутентичнее. Но на маленьких винтовых самолетах или истребителях уже можно и почаще повертить штурвалом и испытать свои навыки пилотирования. А вообще, моя маленькая мечта это оказаться в тренировочной кабине Airbus или Boeing и полетать. Ну, красота же. На этом все. Хочу спросить у вас, стоит ли сделать более подробные обзоры этих устройств по отдельности? Интересны ли они вам? Напишите в комментариях. Ну, а пока я закругляюсь. До встречи. Всем пока и удачи.